Был один из вопросов к учителю. Нет. Это больше склонность к осуждению, к тому, чтобы увидеть в человеке недостойное. Эгоизм человека всегда стремится найти недостойное во всех окружающих. Это его особенность, благодаря которой он сам себя возвышает, то есть возвышает личность носителя этого эгоизма. Это главное условие, при котором он хорош расцветает, когда прилагаются максимальные усилия к самовозвышению. У самовозвышения есть два правила. Либо сам себя хвалит человек, говорит. Я всегда хороший, я самый лучший. Либо если он этого не делает, потому что видит в этом какую-то примитивность, он прилагает другое усилие, рассмотреть недостойное в другом. Ибо чем больше он это видит, тем ему спокойнее, он уже не кажется самым последним. Когда он видит всех хорошими, то внутри начинает зудеть. Да он оказывается, самый грязный и грубый, он самый последний. А он не вон какие, ух он не какие. И он начинает выискивать в них недостойное. В любом претенденте на чистоту эгоизм стремится найти недостойное. Если сам не в состоянии найти, он ждет слухов, что кто-то расскажет недостойное. И когда кто-то расскажет, он скажет. Ну вот я же знал, я чувствовал, что это есть. И он даже не перескрашивает, не уточняет, он быстро готов поверить в этот слух. И вот эта жажда найти недостойное в ком-то дает такую же оценку, он склонно давать эту оценку. У вас два чувственных мира. Можно почувствовать духом безушибочно, но, к сожалению, преобладает. Вот это чувственное проявление эгоизма очень сильно преобладает. И он владеет сознанием, он сразу дает ему заключение, он подталкивает к определенному рода ум заключением, выгодным эгоизму. И поэтому, когда вы видите это действие человека, первое, что может быть? Да, вот он проспал, вот он какой. Это эгоизм все негативное начинает выработывать. Откуда эгоизм это все берет? Я ставлю себя на место этого человека, вспоминая свои прошлые обстоятельства. Нет, это эгоизм берет знакомые обстоятельства. Эгоизм почувствовал, он подталкивает сознание к этим усилиям, а сознание по присущим ему качествам находит, используя знакомые образы понятия, знакомые тебе. Ибо если ты не знаешь, что вообще в принципе существует возможность простоть, ты это не применишь. Ты знаешь то лицо, что в тебе уже зафиксировано сознанием, и оно использует эти данные. Каком пьетер самостоятельно находит то, что позволит упорочить человека, не задумывается, даже не спрашивая твое желание, хочешь ты, нет, не важно. Сознание само находит то, что удовлетворит эгоизм. Вот эко особенности проявляется, а вы удивляетесь, что за мысли такие у вас возникают. Поэтому и говорилось, что когда эко возникает, оно не есть как бы ваша грязь. А вот как вы начнете дальше реагировать на это все, если вы зацепились за это и начинаете эмуссировать, и как тут уже начинается ваш недостаток проявляться. А если вы ухватились? Да нет, да, но этого не может быть, он сейчас кому-то указал, видимо, помощь. Естественно, он сейчас опаздывает, неизбежная возникла ситуация. Вы находите лучшее решение. Вот тут вы начинаете побеждать свой эгоизм, вы лишаете его права оставаться с ненормальным мнением, вы уже заставляете голову двигаться в непривычном русле, находите лучшее. Вот это усилие надо будет делать, и на человека первая реакция всегда будет рождать вот эти мысли. Как тогда подсказывать, если ты видишь, что он не прав? Вот тогда надо конкретно и смотреть, в чем именно не прав. Не торопитесь говорить. У тебя там гордыня, у тебя там эгоизм. В общем, эти фразы лучше не говорить так часто. Если мы исходим из того, что в общем все делается с уровня эгоизма, какой смысл бесконечно об этом кричать? Говорите конкретно об ошибке, в чем конкретно видите ошибку, в чем конкретно видите расхождение с истиной. Чтобы не так много, потому что эта пустоя фраза будет получаться у вас, но ни к чему нужно, только конкретно. Поэтому, если видится, ты говоришь конкретную ошибку, что вот это нежелательно делать, потому что вот здесь неправильно, потому что то-то и то-то. Либо, если трудно объяснить, можно опираться на истину. Потому что учитель сказал, что именно вот это действие, как делать нежелательно, вот так будет делать лучше. Вот это конкретно, вы точно используете то, что уже зафиксировали. И вот тогда эта подсказка хорошая. А так многое не зная, не воля, но склонны просто сводить к общим фразам, что это гордыня, что это эгоизм. И вот такими общими фразами это течет, а конкретно и подсказки никак не возьмете. Начинаете погружаться в нее, тоже ничего не удается, потому что начинаются рассуждения, где не можете опереться на истину, и тогда у вас начинают возникать какие-то термины различного рода, и никак не удается прийти к нормальному пониманию. И получается, много времени на рассуждение уходит. Глава 18. В 27-й день Марка Учитель возвратился в небесную обители. 30-го Марка в Домике Уединения произошла встреча Учителя с Володей Камушком. Снег в воде не слился под ярким, теплым весенним солнцем, теряя свой объем. В разговоре с Учителем Владимир изложил свой взгляд на произошедшее обстоятельство, на определенную необходимость получения медицинского освидетельствования, освобождающего его от трудовой деятельности, качество которой, на взгляд Владимира, могло бы повлиять на его духовное состояние. Сн. Часть 8. Гл. Десять. Он продолжал заниматься. И не скрывал Владимиру, что то, что прозвучало в его адрес в переписке с небесной обителью, вызвало у него болезненные ощущения. Сн. Часть 9. Гл. Десять. Начал говорить Владимир. Да не надо. Оно будет естественно. Оно будет присуще тебе. Сказал Учителя. Я не ударил ее. Ударила она меня. Не важно. И ты был очень неблагодарен ей за все. Спросил Виссариона. Я отмахнулся. А зачем? В данном случае ты должен был быть столь легко благодарным. Виссариона, я не успел сообразить, нужно ли отмахиваться или не нужно. Сработала естественная реакция, которая у тебя есть. Молвил Учителя. Инстинкт. Это как отмахи от пчел и мы отмахиваемся. Сработало то, к чему ты предрасположен, то есть существо твое сработало. Не что-то постороннее вне тебя, это твое сработало. Я должен задать тебе вопрос Виссариона. Нахудись в троллейбусе, который резко тормозит ты, как сын Божьи, будешь ли не подчиняться объективным законом инерции. Володя, ты сейчас рассуждаешь о сознании, о котором еще ничего не знаешь. Есть в сознании способности смысливать обстоятельства в мгновение. Я не успел осмыслить. Это тебе кажется. Во-первых, ты едешь в троллейбусе. Сознание твое уже фиксирует обстоятельства, в которых ты находишься. И тогда, когда он тормозит твое сознание вперед тебя, вперед той мысли, которую ты способен проявить, успевает уже оценить эти обстоятельства и твоя реакция становится естественно защитная в этих условиях. Ты пробуешь ухватиться за что-то, удержаться. Не отмахнуться от троллейбуса, а удержаться. Если хочешь в данном случае ухватиться за что-то, хоть и голову не сможет отметить, что ты решил. Ага, троллейбус тормозит мне сейчас надо за что-то ухватиться. Это поверхностная форма мышления. Но внутри у тебя есть другая форма мышления, совсем иная. У нее иная скоростная гоная, он мгновенно способно оценивать это обстоятельство. И ты в этом случае пробуешь ухватиться, а не делаешь взмах, отсмахиваясь от автобуса. Я иногда бросаюсь на первого попавшегося человека. Сказал Владимир. То есть ты хочешь защититься, установить свое падение, чтоб ты не больно упал, чтоб ты не больно ударился. Ты толкаешь другого человека не потому, что ты его хочешь отпихнуть, отсмахнуться от него, а потому что благодаря тому же, что ты способен сократить свое падение, уменьшить его, замедлить его. Еще раз начал пояснять учители. Мне кажется, я продолжаю движение. Автобус остановился. Это естественно, но движение рук у тебя в защиту от твоего падения. Они не отмахивают человека, не отмахивают преграду. Сказал учители. Нет, я резко затормозился, но я продолжаю движение. Володенька, ты сейчас попробуй понять. Ты сейчас еще не понял мое, а говоришь одно и то же, а мне приходится одно и то же повторять. В этом случае твой жест будет таким, что должен замедлить твое падение, потому что тебе в данном случае предстояло падение. В движении автобуса тормозящего всегда будут у тебя возникать обстоятельства, при которых ты должен упасть. Если упасть, то ты должен либо ухватиться за что-то, либо выставить вперед руки, чтобы замедлить, как бы смягчить свое падение. Это твои естественные инстинкты, которые сработают вперед твоих мыслительных процессов. Но они на другом мыслительном уровне произойдут, потому что эта оценка обстоятельств уже произошла в то мгновение, как только начал тормозить автобус, и ты мгновенно способен был оценить, что тебе не за что сейчас хвататься, и ты пробуешь уже следующее какие-то решения искать. И это мгновенно происходит. Другая форма мышления, при которой ты вступаешь во взаимоотношение с ближними, и речевые образы, когда передаешь, не способно это мгновенно оценивать. Но в данном случае твой жест, это защита от сильного падения. Ты должен был защитить себя от падения, но ты не должен был в этот момент отмахнуться от какого-то предмета, который рядом с тобой находился. То есть это не защита от предмета. В той части, что я совершил, я естественно принес извинения Свете и всей общине. Так вот в данном случае сработало то естественное, к чему внутри расположен ты. То есть ты мало задумывался на эту тему, ты мало о ней мыслил, и у тебя получилась реакция в общем-то даже. Учитель не договорил. Это реакция Петра, который её оттёк ухоумолха, возвращаясь к Петру. Сказал Владимир. Да, может быть и с этим сравнение. То есть, когда не моделируется ситуация, когда внутренне ты себя не готовишь к каким-то новым обстоятельствам, состояниям, когда ты на эту тему не думаешь, то у тебя внутренний механизм не предрасположен по-новому отреагировать. Он реагирует так, как ему больше присущего от природы. Вот природа. Это значит по своему принципу какой-то определённой кости. Виссариона, коль скоро я упомянул это имя, то я хотел бы вернуться к нему. То объяснение, возможно, я недопонял в проблеме Петра. Ты уже понял в обстоятельствах с девушкой, что в данном случае тебе надо было ей выразить только благодарность. Если она махнула рукой, ты можешь только улыбнуться, может быть, поникнуть немножко. Больно-неприятно, что так случилось. Но ты говоришь ей нежно благодарность за то, что случилось. Ты говоришь ей. Я конечно же подумаю. Видимо, я тут действительный, но был грубее, и что-то неправильно понял. То есть, возвращаясь к моему случаю, я должен был не только оправдаться перед святой, а ещё и своим поведением помочь ей. Сказал Владимир. В данном случае ты должен был поправить. Учитель не договорил. Поправить её порог. Сказал Владимир. Но так нельзя оценивать, потому что в данном случае это будет осуждение ближнего. Что в ней сработало, порог ли её или отец её руками сделал что-то, проверяя тебя. Ты не можешь этого знать. Поэтому никогда, ни в коем случае нельзя сказать, что у кого-то порог. Ты можешь сказать только про себя. Умение порог. Я просто поясняю в данном случае, как хорошо воспринимать это обстоятельство. То есть, в данном случае твои усилия должны быть приложены к тому, чтобы не оправдываться, а принять всё на себя. Оправдываться ты можешь только в одном случае, когда тебя просят пояснить твои поступки. Но если идёт обвинение в твоей адрес без просьбы пояснений, ты должен поблагодарить. Даже если я как будто не виноват. Поблагодарить за заботу, выраженную тебе, за беспокойство о твоём состоянии, выраженное по-своему. Как могут люди выразили, нельзя с них требовать большего. Они сделали, как могли, эту истриность, их надо уметь оценить. Поэтому ты только мог с благодарностью принять ни в коем случае не устремиться защищать себя. Спросят. Володя, а как ты тут поступил, почему, что случилось с тобой? Вот тут и пояснишь с готовностью. Не спросили. Ты только с благодарностью принимаешь для себя какие-то рекомендации, как бы они ни выражались. Ибо попытка защититься — это есть грубое проявление эгоизма, который беспокоится о собственной чистоте и хочет её доказывать всем. Но это полное отсутствие смирения. Случилось продолжение этой истории уже дома, когда супруга узнала о ней из газеты, где мой поступок был тобой как бы выставлен и осуждён. Он говорит следующее. Так что же у вас в общине Виссарион разрешает женщинам прикладывать руку? В таком случае мне это разрешено. Рассказал Владимир. А эгоизм семьи сработал. Другая женщина сказала. Правильно было ему, надо было ему надавать. А жена должна защитить мужа, потому что в этом случае она защищает собственный эгоизм. Жена заботится о том, чтобы муж был высок в положении, потому что тогда и она возвышается вместе с ним. И вот тут сработал примитивный эгоизм семьи. Ваш мол, Христос разрешает женщинам прикладывать руку. Так скалобыть её не можно. Я, говорит, со святой разберусь тогда на своём языке. Продолжил Владимир. Пусть спросит, разрешаю ли я. Видимо даже меня спросить прежде, а не делать для себя разрешение на беззаконие. Сказал учитель. Виссарион здесь важно изначально, что видимо никто никого, ни женщина, ни мужчина, ни женщина, не имеет права уборить. Сказал Владимир. Лучше это должен спросить тот, кто хочет уборить. Пусть он меня спросит, и я ему отвечу. Но это не должен спрашивать тот, кого уборяют. Зачем ему для себя оправдание искать, что его бьют нечестно? Я хочу задать вопрос, можно ли вообще уборить друг друга, то ли мужчина, женщину, то ли женщина, мужчину. Вновь спросил Владимир. То есть ты собрался уборить и не знаешь, как правильно поступить? Спросил учитель. Нет, я знаю как. Тогда зачем ты меня спрашиваешь, чтобы потом сказать другому? Зачем ты уборяешь меня? Я считаю, никто не должен никого уборять. Но ей не давал такого разрешения. Чуть улыбнулся у учителя. То есть к сестре, но ей в свете такие же требования. Ведь она могла как христианка сказать, попроснеть, застесняться. И тогда ее действия в свою очередь вызвали бы у меня бурю такого покаяния, что я бы сказал. Какой я негудяй, я заставил заплакать женщину. Для этого нужна сила определенная духовная. Если человек ею имеет, он способен остановиться. Если не имеет, как его понубить заповедями, ведь он же не имеет этих сил. А начало с самого малого. Я заметил на квартире, где собираются последователи хитонов Христов, святая, святых, что обнимания, которые стали модным явлением в общении между братьями и сестрами, вражающими, как будто духовную любовь превратились в какое-то правило, что ли, в какое-то обычное явление. С моих христианских понятий православных. Переступил порог хрома, молчи. Почему-то у нас в московском центре принято положить руку и изливать друг на друга любовь. Но вернул мне секрет, что после 10-15 секунд начинается иное недуховное начало между лицами противоположного пула. Рассказал Владимир. Володя, ты сейчас о них говоришь и говоришь о них отрицательно. А я дал законы, потому что насмотрелся на такие усилия, запрещающие говорить что-либо негативно его ком, то если данный человек здесь не присутствует, то есть мы можем говорить о негативном в его присутствии, чтобы пытаться разобраться в ошибках, в которые он попадает и с которыми не может никак справиться. Тогда мы можем коснуться от их стороны, и то опять же, если он захочет на эту тему поговорить глубже. Но если это работает, то почему здесь оказались Игорь Еремеев и Олег Чащин и они были опрошены в мое отсутствие, то есть тебе разрешено в отсутствие третьей стороны опрошивать? Спросил Владимир. Володя. Я вижу по-другому вас не так, как вы видите друг друга. Ты сейчас пробуешь оценить действия женщины, которая поступила на твой взгляд неправедно. Но ты спрашиваешь меня для того, чтобы увидеть в ней неправедность. И помочь тем самым обозначить. Начал Владимир. А как? Нет, это твой эгоизм сейчас спрашивает, Володя. Ты очень заинтересована, чтобы услышать от меня выражения, которыми я могу показать, что она сделала неправильно. Для того, чтобы услукуить твой эгоизм, ты спрашиваешь. И помочь. Нет. А как помочь? Ты пойдешь помогать. Ведь ей это сейчас нет, она у меня не спросила. Значит, ты должен будешь пойти и сказать. А учитель сказал, что ты неправильно поступила. То есть ты должен будешь исполнить роль миссионера-то учителя. Как мы будем помогать в данном случае? В данном случае два кнута надо и в ней ей. Вот тогда правильно будет. Почему этот вопрос возник? Он не возник у меня, он возник у тех людей, которые как бы за моей спиной и внимательно смотрят, что происходит. Сказал Владимир. 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 Никак пусть произойдет, так как истинно решит. Ведь я даю каждому из вас урок нужный его сознанию. Поэтому тут надо быть очень внимательным. Такая ошибка характерна сейчас всем верующим в общей, в общей всем верующим и на земле. Это очень узкое понимание, как проявляется воля Бога на земле. И не воля на у вас получается такое преломление. На проявление воли вы накладываете свои пожелания, ваши понимания и требования к ближним языкам и исходят. И смотри, что получилось, с чем этот вопрос связан. Попробуй сейчас запомнить этот простой образ. Когда я сейчас даю истину, мне приходится дать истину, как правильно верующему входить в дом, к примеру, и с другой стороны. А как верующий должен принимать любого входящего. То есть, если раньше было понимание, что на земле есть верующие и неверующие, то всегда давалось односторонняя подсказка верующим. Будьте милосердны, будьте добры, желательны. Пришел гость в дом. Принимайте, накурмите, дайте ему постели. То есть односторонне была дана истина. Но это с учетом, что есть неверующие люди, то есть какая-то половина в обществе. Есть верующие, а какая-то неверующие. А это больное общество, это не нормальное общество. Потому что на самом деле должны быть все верующие, тогда общество гармоничное. Рас так, значит есть истина. Как принимать гостей и обязательно должна быть истина для всех. А как правильно вообще входить в дом другого человека верующему человеку. И вот эти две истины я даю неизбежно. потому что я формирую общество настоящее без учеба, что кто-то верующий, а кто-то не верующий. И теперь случается такая картина. Тот, кто был хозяином дома, он услышал, как должен входить в гости, и стоит ему войти, хозяин готов его поучать. «А как ты входишь? Ты не должен так входить», ведь истина сказала, «Вот так надо входить, а ты так не входишь». Вместо того, чтобы помнить о том, как он должен принимать гостя, независимо, как тот входит, точно так же и входящий, он не про свою истину помнит, как он должен входить, а сразу говорит, «А как это ты меня принимаешь? Ты не должен так принимать». Истина говорит, «Вот так надо принимать». И видишь, я дал истину для обоих, но они воспользовались эгоистически. Они не воспользовались подсказкой, которая им, собственно, дана была. Они пользуются подсказкой, которая дана была другому, чтобы потом ей уже и попрекать этого человека. Во всех случаях самое правильное описывая обстоятельство спросить, «А правильно ли я в этом случае поступил?» Не пытаясь оценить действия другого. «Правильно ли я в этом случае поступил?» Вот где начинается формирование верующего человека. А как по жизни всегда идет. Все другого оценивают. Они боятся себя оценить, они другого пытаются оценить. Пусть меня спросят, а они то, как правильно поступить собрались, и я дам очень немного подсказок, как правильно поступить в этих обстоятельствах. Но обязательно надо про себя спросить. «Правильно ли я понял, что речь была только обо мне и поэтому как бы высвечивались все мои пороки, не трогая вторую сторону?» Спросил Владимир. «Да, было надавлено на то, что в ее очередь не важно было обратить внимание, доверившись. К примеру, есть учителя и все приняли и сказали. Да, мы признаем его учителем. Но ведь по-прежнему пробуют оценить его действия. А как можно оценить действия учителя? Мало ли что он придумает? Ведь он же придумает, что он хочет сделать ближним своим, помогая им. Ведь он же пробует уроки создать так, как утец ему велит создать эти уроки. Почему он должен сказать? «Если я сейчас тебе буду создавать урок вот такой и такой, будь внимательна. Зачем? Что это за урок тогда получится? Если человек уже готов к чему, то он уже знает, какого рода урок ему будет дана. Поэтому даже если доходят до тебя какие-то слухи, даже если кто-то говорит, «А учитель сказал о тебе вот такое». Хоть аты из моих уст не слышал, как бы это ни было передано, единственная реакция верующего человека, который действительно принял учителя. Но если учитель так сказал ему виднее, «Значит, действительно я такой. Но ведь, подумай, это же естественная, нормальная должна быть оценка. Но если ушла попытка оправдаться, выстоять, указать свое достоинство, тогда принят ли был учителя?» «Виссарион, то, что я слышал, это озвученная истина. Я давно это, собственно, узнал. Я не о том говорю». «Да, но она же не делается». «Сказал учитель». «Она не делается». «Согласился Владимир». «Грош цена тогда, если это озвученная истина и все еще не сделана». «Меня другой вопрос интересовал. Я попал в некий сектор и только я в данном случае рассматриваюсь действия других, то ли святы, то ли других людей, пока тобой не рассматривались в моем эпизоде». «Конечно». «Меня интересовал ты?» «Тихо сказал учитель». «Ну тогда все правильно, согласился Владимир». «Дело то в том, что все собрались и едва видеофильм от тебя просмотрели». «Часть 7, 8, 8, 9, 11, 30 под глаз в меня сразу». «Ну и выключай, мол, телевизор, кайся». «Так, и ты, ну-ну-ну, что ты сказал?» «Поинтересовался у учителя». «Сейчас скажу. Я полагал, что будет какое-то правильное создано поле. Про меня этот фильм шел, а кто-то скажет». «Нет, извините, это про меня». «Я бы сказал». «Нет, в братья и сестры про меня это шел». «То есть они должны были первыми сделать, чтобы кто-то...» «Спросил учитель». «Нет». «Поспешил Владимир». «Ты сказал». «Кто-то должен был создать правильное поле». «Я, возможно, не то слово сказал». «Я понимаю, о чем речь идет, я прекрасно понимаю». «Я могу попросить прощения, но...» «Но нужны при этом определенные классические обстоятельства». «Сказал учитель». «Но не вызов ли я своим покаянием большую гордость в других лицах?» «Спросил Владимир». «А как ты можешь это определить? Разве можно таким сравнением пользоваться?» «Ты не должен заботиться, что ты этим создашь». «Если нужно покаяться, то надо покаяться». «Раньше я сам первым просил прощения, я потом вижу». «Неправильная идет реакция со стороны других». «Это проявляется в том, что эти люди...» «Володя». «У тебя сейчас его измещает удобную форму, при которой он разрешил бы тебе покаяться». «Ты начинаешь мыслить об обстоятельствах, которым не знаешь истинную цену, но ты начинаешь придумывать им истинную цену уже совсем далекую от истины. И в данном случае ты назвал обстоятельство. «Нужна правильная среда, нужно правильное поле, то есть нужна была какая-то классическая сцена, при которой ты бы мог благоприятно покаяться. А почему она должна быть создана так, как ты бы ее хотел видеть? Пускай тридцать пар глаз, сто пар глаз смотрят на тебя с презрением или еще как-то никто не видит в себе вина, все восхваляют тебя». Учитель не закончил фразу. «Я же увеличиваю их гордость через это мое покаяние». Поторопился Владимир. «Нет, не увеличиваешь. Покаяние не увеличивает гордость». «То есть они думают, что он не прав, а я не прав». «Пускай думают, но если ты не прав, то ты не прав». «То есть я должен смотреть только на себя». «Когда ты каешься, да ты же каешься в своей неправде». «Вот смотри». «Каются видео в своей неправде или у вероятной неправде». «То есть это либо точное понимание, что ты не прав, либо вероятное. Предполагаешь, что ты не прав, потому что естественно у тебя грубость существует. Естественно какая-то узкая форма мышления, где тот что-то не успел оценить. «И вот ты каешься либо за точную свою неправду, либо за вероятную неправду». «Но если она есть, то почему бы он не не пукается?» «И ты каешься о ней, не думая о том, что другие подумают, ведь ты же о своей неправде каешься». «Или ты должен сразу какие-то плоды в них заметить, или ты с условием каешься». «Сейчас я пукаюсь, и я должен увидеть, что они действительно расплакались, что увидели в себе». «Вот наконец я сейчас подобрал слово, не принесу ли я вред тем, не вселю ли в них порцию, эго». «Не принесешь, не принесешь», — ответил учитель. «Они скажут». «Вот наконец истинный виновник». «Прекрасно», — сказал учитель. «И еще выше зайдут в своей гордоне». Продолжил свою фразу Владимир. «Не принесешь». Повторил учитель. «Не принесу, тогда все, сдаюсь». «Вот такое меня мучило». «Я боялся, что я пукаюсь, а в них добавлю порцию, эго». «Вернул, вернул, и в данном случае это эгоизм сделал, какое заключение, чтобы увезти тебя от того, чтобы сделать праведный шаг». «Ведь сказано». «Покаяние в любом случае в среде невежества может сделать такую роль, как ты говоришь, в любом случае оно сделает такую роль, но это не должно восстанавливать». «Ведь не было сказано». «Покаяние, которое нужно делать, только в уединении». «Это не моя проблема, что будет с ними», — сказал Владимир. «Они должны из-за этого извлечь урок для себя, вот ты даешь какую подсказку», — сказал учитель. «Да». «Согласился Владимир. «И вспомни, я говорил, что когда приносится ступень, неважно в какой цвет она украшена, она в любом случае становится соблазном. Либо соткнуться об нее, либо преодолеть, потрудившись. Главное, чтобы я проявился как христианин. И сколько бы они не наступали на тебя, сколько бы они при этом не родовались. Ага, ну вот, наконец-то он опять признал свою ошибку. Мы всегда знали, что он ошибется во всем. Это не должно тебя остановить ни в коем случае. И этим, только этим я принесу импульсу. Только лишь через ЭКО ты будешь упорно создавать для них необходимую атмосферу, ведь они должны убедиться в том, что это действительный, настоящий шаг у тебя, а не наигранное, не что-то погубное, не что-то постыдное. Но они должны убедиться в этом, потому что сомнений и острых сделать правильный шаг нуждаются в очень многократном усердном делании и праведного действия. Только тогда это убеждает. Все это просто. Я как бы знал, но не практиковал это до конца. С этого момента я... Давай делать. Сказал учителя. Будем делать, пытаться истолнять. Вот видишь, столько мелочей есть во всем, чему бы стоило поучиться всем верующим и православным и служителям церкви всем, потому что они не знают, что такое жизнепроведное на самом деле. Они делают миллионы лошадок каждый день и с утра до вечера, и они уверены, что они делают праведный шаг. Но конечно, как и менее, принять в этом случае, потому что я перечеркну всю их жизнь и буду учить их совсем по-другому делать. А это неудобно. Вот как только ясо, это неудобно, потому что они тоже будут мыслить точно так же. Это удобная формула, которая выводит на основе каких-то правильных умозаключений и от настоящего делания этой любви. Ты должен запомнить, Володя. Самая активная форма спасения ближних, это когда ты себя спасаешь, правильно спасаешь себя, то есть прилагаешь все активные усилия, как надо тебе поступить, как верующему. Вот это самая большая твоя помощь окружающим. А если возникает такая формула, что надо спасать и других, то есть она как удобно возникает, что надо заботиться о других в этой области, тогда все превращаются в поучителей. Они получают, получают, наставничают, а сами собой ничего не делают. И вот так все берутся за эту формулу. У них есть успокоение. Они спасают другого, они заботятся о другом. Но это не забота о том, чтобы по-настоящему ближние спаслись, а чтобы проявить себя прежде тем, кто способен поучать, а значит он в этой области естественно лучше понимает эти истины, чем тот другой. Ведь любая попытка сказать, что здесь у тебя неправильно. Невольно подразумевает, что ты в этой области действуешь правильно и лучше понимаешь. А как это так? Себя возвысить сразу же и сказать. Я лучше понимаю. А кто такой человек? Где же тогда смирение у него? Действительно из каких понятий он взял, что он лучше это понимает. Поэтому даже попытка сказать, что у тебя неправильно. Неверно. Можно лишь переспросить. А как ты думаешь, может быть это неправильно? Ты спрашиваешь у него, призываешь его немножко вместе с собой подумать на эту тему. А может быть действительно неправильно? И он посмотрит и скажет. Нет, я считаю, что это правильно. Ты можешь сказать стольку. Хорошо, спасибо. Это видимо моя собственная грубость. То, о чем мы говорим, это как бы на уровне пятиклассника. Естественно, просто. А получается пятиклассников, зашедших на этот урок, нет. Они знают уроки, они слышали от других, что есть такие учебники, а сделать никто не сделал. Ближе к окончанию встречи учителя сказал о существующей церкви. Они не смогут меня принять по одной самой простой причине. То учение, на которое они опираются, это не мое учение, и поэтому надо отказаться от того, что они имеют в своих понятиях. Нигде они опираются на строки из писания, прямые строки моего высказывания, там еще что-то более-менее сохранилось точно. А вот всех тех понятий, которые они имеют, кроме этих строк, то есть там, где строка, сказал Иисус, точное выражение, но я допускаю, пускай оно сохранится, пускай оно будет в таком виде, его можно считать за истину. Но кроме этих слов, прямого выражения моего, все, что добавлено еще кем-то, оно уже не мое, оно уже ложь. Каждый, кто хоть буквы прибавил или убавил от моего, это уже не мое, это уже ложь. А учение получается все, и православных, и католиков, имеют огромную массу новых понятий, которые не есть мои слова. А они все поясняют, они вовсе пытаются вторгнуться и дают свои собственные понятия, но которые не есть мои истины. И теперь никто не следует моим заповедям, которые оставлены в Новом Завете, а следует понятиям, которые на этом возникли. Но это не мое учение, это все человеческое глупое и никак не может быть мудрым, потому что оно оправдывает все глупости, которые существуют у человека. Поэтому на основе этого и возникают разные понятия о том, что сейчас ракеты должны быть православные. Ракеты массового уничтожения, оружия и так далее, и благословения этих войн. Православных. Воинов создавать, солдат, которые идут убивать и так далее. Откуда это взялось? Это все на основе вот этих человеческих понятий, где дьявол взял и занос и ведет всех независимо от навешанных регалей на груди и ведет их в занос и ведет их очень здорово уже это время. И теперь каким принять мое? Это надо отказаться от своего, надо согласиться с моим и очень серьезно постараться понятиям мое. А это не просто язвача, поэтому мы и не тревожим их. Пусть они истинно хотя бы сделают то, до чего созрели. Пусть хотя бы в этих обстоятельствах, которые начнут развиваться и уже развиваются, что-то сумеют увидеть и истинно признать в себе как ушибку хоть что-то. Пусть хоть чуть-чуть извинят себя, пусть в лжи, которую они постоянно изливают, хоть чуть-чуть в ней увидят себя и немножко приостановятся хотя бы в этой лжи, в этом потоке лжи, грязи, мерзости. И это уже будет радостно. Но хоть чуть-чуть. Уже не до того, чтобы они приняли мое. Ибо чтобы мое принимать надо сердце искреннее, открытое, устремленное, жаждущее, только тогда есть возможность хоть что-то туда влететь и что-то исполнить сможет человек. Мы будем доносить что-то нужное им, и ты будешь, и другие будут помогать им что-то увидеть, соприкоснуться с чем-то. Но все нужно и уже приготовлено. Приготовлено ждет уже всему свой час. Толико лишь время терпения. Хоть и брусно смотреть, когда говорят у тебя, а тебя не принимают. Не так это просто. Тихо закончил слово свои учители. И я даже на своем уровне маленьком это понял. А как же тебе? Ради нас грешников перешел на землю. И вот такая реакция. Плевки такие. За что главное? Это же надо иметь какую-либо терпение, чтобы все. Отец уберегает. Отец таким образом удерживает мой дух, чтобы я в какой-то момент был как бы среди людей и в то же время оторван от людей, чтобы я не воспринимал все настолько полно. Если б я это все полно воспринимал, да я бы умер сразу от горя. Просто эмоции не выдержали бы умения, бы лопались осуды всем, становилось бы сразу сердце. Такой эмоциональный огонь тела не в состоянии было бы выдержать. Поэтому это не дается мне ощутить, это окутывается своеобразным образом и не дается мне возможность видеть, что творится в голове у человека. Ибо я не вижу этого, и для меня доска точно, чтобы мне идеализировать этого человека. Ибо я его идеализирую в своих глазах, и это помогает в нелегче жить, по крайней мере, насколько можно. И если меньше я вижу на самом деле, что творится у вас, то я дорисую это, но дорисую в хороших позициях, как бы я хотел это видеть. И получается мне лучше так воспринимать вас, чем знать, что внутри у каждого из вас творится на самом деле, потому что страшнее этого не придумать. Все, кто думает, что я должен быть, все знают, чем не представляют, какую они муку хотят мне приписать. Это немыслимое могло бы для меня в эмоциональной среде, а то только можно вне эмоций находиться, тогда это возможно благоприятно, оно бы не сказалось так. Поэтому утец не пребывает в таких страданиях. Ему приходится видеть глупость каждого человека и видеть всегда, поэтому он в иной сфере пребывает, он не находится в эмоциях, что природным чувствам присущи толику лишь. А я попадаю в эти природные чувства, поэтому я могу переживать очень сильно. Поэтому мне ни в коем случае нельзя это видеть, это сильнейшая трагедия была бы. Это были все его мира, сказал Владимир. Это немыслимо. Тем более я знаю то, что нужно человеку, а он мне доказывает, что я глушь. А я знаю, что толику от меня она может получиться, а не я. Но он мне доказывает другое и не хочет меня видеть. Вот ты можешь себе представить. Ты был бы отец, к примеру, у тебя есть дети. Ты приходишь однажды дома и от тебя дети говорят. А ты не наш отец, наш отец другой. У него должна быть такая прическа, у него вот здесь должен быть прыщик, вот тут должны быть усы. А ты не тот, мы тебя не знаем, мы не хотим тебя знать. Представляют они себе отца по-другому, а ты вышел на время, зашел, а тебя не хотят принять. И ты? Как же так? Ты же знаешь, что они твои дети, ты знаешь, что от тебя зависит их жизни. А они тебя выталкивают вон из дома и говорят. Ты не наш, мы не хотим, иди отсюда. Уходи из нашего дома, не занимай места, мы ждем своего отца. Но ты-то ведь знаешь. Если кто не знал, ты бы усомнился, сказал, может быть, действительный, но я не истина. И отошел бы в сторону. Но ты-то знаешь, что ты, истина, ты-то знаешь, это все. Ты не просто веришь в это, ты знаешь, что это так. И получается немножко странная картина, необычная. Поэтому если это видеть в полной мере эмоциями, то это бы не страшно, я могла бы быть. А как утец удерживает меня, я вроде бы среди людей и в то же время отсутствую в своем мире частично. То есть я достраиваю ногу ей в лучшем свете, и поэтому передоманной нет смысла просоваться к кому-то. Кто бы ни пытался передоманной себе оправдать, какой смысл? Он лучше себя не поскавит, чем я бы представил ей его. Лучше пусть он покажи то, где я могу поучаствовать в помощи ему. А зачем передоманной хвалиться? Чем больше он себе откроет, тем больше у меня не будет возможности помочь ему, потому что я только для кого я рожден. Не смотреть достижения, а смотреть, где я могу поучаствовать в помощи, ибо это у меня задача. В общем, ее существо реагирует сразу, если я вижу несчастье человека, потому что меня не интересует другое, меня интересует только то, где я могу и призван себя проявить. Ибо для этого я и создавался, чтобы видеть ошибки и участвовать в исправлении этих ошибок. И получается маленькая сложность, когда человек прячется от меня. Он просит моей помощи, а от меня прячется, закрывается от меня, гонит меня и в то же время призывает мое имя. Но не просто помощь в этом случае получается. И вот сейчас у православных тоже самое у них задача очень сложная получается. Они придумали многое себе, и им трудно будет услышать от меня простое высказывание, что мое – это другое, это не то, что вы имеете. Мое – другое. Я не пришел подстраиваться под вас под ваше учение, я сразу говорю. Это не мое учение. Все мое я готов дать на любом уровне, в любом объеме. С тем, что я буду давать ни одно учение, что существует, не сможет суперничать, потому что я готов давать бесконечно. Воистину может в море высохнуть, если его в чернило превратить и описывать то, что я готов сказать. Сперед море высохнет, прежде чем закончатся мои слова. Я готов бесконечно давать на ногуе. Поэтому все остальное может выглядеть столик упреком перед тем, что я готов дать бесконечно, просто упреком за скудостью своей. Ничто не может сравниться с тем, что я готов дать. Я готов развеять любую мудрость, развеять ее как ничто. Но было бы готовность постигать мое, а то я имелю это одно чувствую себя бессильным, потому что я не имелю одного. Я не имелю возможности навязывать, я не имелю возможности заставить человека поверить в это. И получается, я чувствую себя бессильным. Я пришел и мелю все для человека, но задача в том заключена, чтобы взял сам человек умение, а не я ему был насильен. А он не берет, он мне доказывает что-то другое, доказывает какую-то глупость свою, что она ему дороже. А у меня нет возможности ему доказать. Мне очень печально и тяжело, когда вот так остается таликом учиться рядом стоять. Но я не могу дать по-другому. Он должен взять с таликосом, он должен задать вопрос громотно и правильно, и я отвечу на него. И чем громотнее и глубже он задаст вопрос, тем больше я ему истину дам. Но он должен ее спросить, не доказывать и не спорить со мной. А как я вступал в эти истории, я пытался вступать в диспуты, но это лишь такой маленький своеобразный шаг навстречу попытка проба. Мне надо было посмотреть, а как это будет, как человек способен на это реагировать. Но вижу, что он не способен, то есть бессмысленные эти попытки, не получится ему помочь в этой области. Поэтому нужны другие обстоятельства, которые заставят его подумать по-другому обстоятельства, которые я не буду создавать, а сама природа за меня будет создавать. Он откликается на мои усилия и так, как я хочу, он будет прилагать усилия, помогая человеку. Он будет подталкивать человека, давать ему шлепки под задницу, чтобы он сделал нужные шаги, больше внимательно изучил то, что я ему готов дать. А я уже буду готов ждать этого человека. Поэтому какими было нег Battles, чем не менее они были, как было ни меня не гнались, не проклянули, я всегда буду уже дающим их. И если они сделают хотя бы маленький шаг мне навстречу, я бегом побегу навстречу им, я ударю им все свое сердце. Но пусть они хотя бы маленькие шагы как делают. Помощники нужны в этом случае? Спросил Владимир. Каждый должен сделать то, что он способен сделать наиболее благоприятно. А оказан один отец, поэтому он каждому из вас дает возможность участвовать так, как вы будете чувствовать это участие в событиях. Надо просто быть бдительным и свое желание не поставить выше проявляющейся реальности, и тогда будет наиболее рациональное участие каждого верующего в событиях. Ты не можешь знать всего происходящего усилия здесь, на земле России, поэтому и не надо тебе это осмысливать в глобальном этапе. Надо осмыслить по крайней мере то, что тебе дано в твои руки, твоему скам, твоему сердцу. Вот это делать искренне, скромно, смирно, но также и упорно, конечно же, потому что где-то надо ей не раз может быть что-то повторить. Но надо быть бдительным, чтобы чрезмерно себя не проявить и не настроить человека против, то есть не узлобить его лишний раз. Ведь для него тоже важна твоя скромность, твое бережное участие. Ведь ты сказал, если человек признал свою вину рядом с тобой, то и ты готов был признать свою вину еще больше, чем она. Также и они, они тоже смотрят, как ты подаешь эту истину. Если ты скромен, если ты нежен, заботливо, показал, сдержанно, это отмечается обязательно внутри и хочется самому приложить усилие и дополнительно еще узнать. А когда много навязывается, всегда возникает естественная реакция оттолкнуться. И тогда ты получается с готовым благим усилием усилие делаешь на самом деле против, но и богу ты настроиваешь человека против себя и против его истины, и у него возникает соблазн через тебя проклинать и ругать. Но тогда это страшно для него, для его судьбы страшное явление. А получилось соблазн, это. И вот тут ни в коем случае нельзя передавить. Можно просто регулярно справить их в известность о каких-то новых этапах, о каких-то вихах, но предоставлять им право читать, самим просматривать. Глава 19, 6 апреля. Небесное обители. Домик уединения. Встреча учителя с представителями мужской семьи. На собранные семьи Андрей Московский высказал предложение всем желающим вступить в единую семью и задавать следующие вопросы. Есть ли психические заболевания или инвалидность? Не находился ли человек в бегах? Или под следствием? Нет ли алиментов? В случае положительных ответов на эти вопросы семью не принимать. В этом случае я бы хотел, чтобы вы не создавали новых правил самостоятельно, потому что при таких пожеланиях собственных вы ничего, кроме глупейших обстоятельств, создавать не будете. Не надо создавать такие самостоятельные правила. Семья формируется по воле Буга, не пожелание человека. Поэтому правила должны быть соответствующие из тени развития закона Буга, не тому, что может придумать егоизм человека. Ни в коем случае такие критерии не должны определить схождение человека в семью. Если человек проявляет себя в вере и готов искренне исполнить все заповеди и законы определенные для верующих и для тех, кто формирует единую семью, это означает, что человека можно принимать в семью. Дальше уже надо смотреть реальные возможности, которые зависят от того, сможете ли выдать ему кровь, и есть ли возможность путесниться именно путесниться, потому что готовность должна быть возбольшая к тому, чтобы принять людей, не способных иметь жилья, не имеющих возможности. Но если они приходят в поисках истины и готовы менять себя, меняя свою жизнь, как и вы возрождали, и изменить себя, это означает, что обязательно, конечно же, такого человека нужно стараться принять в свою семью. И сходы из такого старания быть разумными? Насколько возможно в данный момент в данной семье поместить человека или же в другой семье больше возможностей будет принять этого человека? Эту совместную работу все семьи разных населенных пунктов должны согласовывать, чтобы определить, где наиболее благоприятно быть этому человеку. Помогайте друг другу не просто отправляйте человека, если у вас нет возможности предосправить кровь. Конечно же, как верующий, он должен будет располагать своими возможностями и попробовать больше поискать, но будет куда больше проявлено заботы со стороны верующих, если они предварительно будут узнавать о своих ближних собратьях из других деревеньих возможностей, насколько они в состоянии принять человека и так далее. Для того, чтобы по всем этим многочисленным пунктам, определяющим возможности принятия человека, можно было уяснить, кому прежде нужно будет потесниться, кто имеет большие возможности предоставить ближнему кровь и место в своей семье. Эту родную семью вы создаете наподобие природной семьи, только в более широком основе, более прекрасном и глубоком по смыслу построению жизни. Если у вас в природной семье у тебя есть инвалид или если инвалид, вы уже считаете, что какой смысл его держать в семье и гоните его собора, потому что он не может принести вам пользы. Но это не законы человека. Это законы разума, это законы техники, но не есть человеческие законы, не есть законы друга определенные для вашего развития. Поэтому, если даже много появилось не способных двигаться, не способных что-то делать, но нуждающихся в крови, нуждающихся в пищу, верующие люди приложат все усилия, чтобы принять их обугрять, дать кровь, попробовать максимально дать им возможность реализовать свои умения какие-то. Пусть они маленькие, пусть они очень незначительные, но чтобы и этот человек мог увидеть, что он хоть что-то способен принести в помощь, а не просто он появился только как нагрузка. Этого хочет каждый, каким бы он инвалидом не был, он сам очень не хочет себя проявить достойным и какую-то помощь приносить окружающим, ему это очень не хочется. И конечно же, если вы предоставите хотя бы маленькую такую возможность, по мере его силу, он будет очень родноходиться в вашей семье хоть что-то делать. Пусть он много не принесет, но он уже будет же человеком, он уже будет раскрываться как человек, а это радость уже всего человечества, не только радость вашей семьи. Так что смотрите, будьте внимательны с такими критериями. Сначала у меня надо переспрашивать такого рода вопроса. Не проявляйте здесь инициативы, он будет очень неопрятно у вас только еще, так как то состояние, в котором вы пребываете, формы мышления, которые не вы обладаете, могут создавать неприглядные картины в ваших выводах. Лучше не расстраивать мироздание своими выводами. Будьте лучше готовы преодолеть любую трудность, сохраняя в себе любовь, заботу и мир. Подальше мы уже подправим ту трудность, которую можно подправить, чтобы она была лучше, легче, и вы преодолеете ее. Но не торопитесь отодвигать от себя ближнего, каким бы он не был. Если он прежде определится верующим и говорит уверя и стремится постигать все законы, уже прекрасные условия. Подальше, кем бы он не был, если вы ошибетесь в том, что предоставите кровь тому, кто только лишь хочет у вас спрятаться и улизоваться кладами ваших рук, то в среде верующих в семье, которая создается здесь, это ложь очень быстро вскроется. Ее нельзя будет укрыть, она очень быстро выйдет и станет явной. А когда проявятся вот эти проблемы, вот тут мы и будем решать, где раскрывая эти проблемы, вы еще раз перед человеком поставите возможность выбора. Либо действительным меняться основательно и отказываться от своих слабостей и окончательно, либо он покинет вашу семью и не будет больше смущать братьев своих и сестер. Но такую возможность надо предоставить, ибо многие, естественно, придут к вам, чтобы погреться у вашего костра, чтобы насытиться вашей доброй пищей, которую вы способны делать, хотя еще и тоже проявляете много неопрятности друг к другу. И многие жаждущие только лишь напитаться, ничего не удавая, могут появляться в ваших семьях. Естественно, они придут из мира, потому что они такие же, как и во многом, и слабости такие же принесут во многом. Но в данных условиях им надо показать, что по-другому жизни может существовать, что она может быть гораздо лучше, но для этого надо быть другим. И этот человек должен увидеть реально, ибо только когда он увидит реально такой пример у него появляется, возможно, сделать лучше выбор, а не когда ему постоянно говорят в качестве информации на уровне его сознания о том, что надо жить хорошо, а пример показывает, что никто этого не делает. Такого он уже сам насмотрелся, поэтому он и не верит, что такое может быть. Вот поэтому вы создаете семью, чтобы прежде всего своим примером показать реальность существования таких прекрасных взаимоотношений, которые должны быть у человека между всеми людьми на Земле. И вот эту реальность вы и призваны создавать, а значит для этой реальности врага ваших домов вашей семьи должны быть всегда открыты с призовом добро пожаловать. Ситуация про Сережку, которая проживает у вашей голи. Паша, ответственный за дом, на собранные семьи ими был поставлен вопрос о дальнейшем пребывании Сергея в семье и соответственно в их доме. Во время отсутствия хозяйствия Сергея заходил в их комнату, брал сахар и масло. По возвращении их он признался в своем проступке. Голя считает, что Сергей нарушил заповеди, не кради. Голя, уперясь на слово Сергея, сказанное им во время безвременья. Слабости полезут, их нельзя будет удержать. Пусть считала, что Сергей сознательно допустил эту слабость. Сережа пояснил, что он имел в виду. Во время безвременья неизбежно будут проявляться слабости, но о том, что их можно допускать, я не говорю. После этого пояснение было осталось при своем мнении. Но если сейчас коснуться именно этой первой стороны, чтобы приступить дальше к следующим рассмотрениям обстоятельств, я сразу хочу пояснить. Если человек дает пояснение и у вас нет оснований, а основания могут быть, когда вы опираете на факты, а не на предполагаемые, то в данном случае это обьяснение, оправдывающее его усилие, надо принимать в нем, нельзя сомниваться. Поэтому если Голиос голос при своем мнении, это не верно. Тем более, прежде чем дать Сереже обвинение, что он сделал, сознательно опираясь на выражение и высказанное, нужно было предварительно переспросить. А что имелось в виду под этой фразой? Не имелось ли в виду вот то, в чем возникло подозрение в данном случае у Голи? И вот прежде выслушав его пояснение, дальше уже можно было продолжать разговор, но не на основе собственных предположений о том, что скрывается под этой фразой. Так как он напрямую не говорит о том, что скрывается там, а можно только предполагать, что за этой фразой скрывается негативное, то на основе предположения сразу укорять ближнего ни в коем случае нельзя, надо начинать с вопроса, в котором все пояснения и проявляются. И если человек, пояснив тем самым, оправдал свой поступок и у вас нет фактических понятий, запечатленных в они о том, что это неправильное пояснение, что оно лужное, а на самом деле было негативное проявление, вот тогда вы можете уже на основе этих фактов показать человеку проявление лжи с его стороны. Но если этих фактов нет, то его пояснения, оправдывающие действия надо принимать. А уж если это возникает периодически, вот тогда мы можем просматривать каждый отдельный этап таких периодических событий, нарушений, где будут даваться и конкретные дополнительные подсказки на каждый отдельный случай. Но стремится поверить ближнему, когда он поясняет и тем самым оправдывает свои шаги надо постоянно. Хоть 70 раз он будет оправдываться, хоть гораздо более раз будет оправдываться, у вас должна быть предрасположенность поверить прежде всего. Это чистота верующего. Если у вас предрасположенность не поверить, это чистота эгоиста такая, чистота в кавычках. На эту тему я давал вам ранее пояснения, что вы должны быть предрасположены прежде видеть достойные в ближнем, а не торопиться ухватиться за вероятные слабости, которые вы предполагаете. Это неверная попытка, так что будьте внимательны. Паша рассказал, что Серёжа без разрешения взял их лопату на общественные труды, кому оставил её. На просьбу Паши принести лопату Серёжа сказал, что не считает Пашу хозяином дома и лопату не принесёт. Паша считает, что тем самым Сергей нарушил правила хозяина дома, как же заповеди, не кради.